Здравствуйте! В эфире сеанс правительственной связи в студии Татьяна Молокова. Наш гость сегодня заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, министр сельского хозяйства Сергей Геннадьевич Артамунов. Сергей Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Сергей Геннадьевич, предлагаю сегодня поговорить о комплексном развитии сельских территорий за 5 лет, с 2014 по 2019 год, на развитие сельских территорий было направлено свыше 10 миллиардов рублей. На что были потрачены эти средства, насколько эффективно они были потрачены, насколько эффективно они были реализованы? За эти 5 лет, с 2014 по 2019 год, именно тогда начала действовать программа, тогда она называлась «Устойчивое развитие сельских территорий», потом преобразовались, сделали программу комплексного развития сельских территорий. Ну, по сути, это одна и та же программа. Все по этой программе делается для улучшения, скажем так, инфраструктуры насилия. За вот эти 5 лет было построено очень много объектов. И надо сказать, что раньше, до начала существования этой программы, не было никакого инструмента для решения, можно было точечно какой-то объект построить, а чтобы комплексно к этому подойти, не было никакого инструмента. Было очень сложно, я помню, те времена, вытонуть еще на работу в районе. За это время было очень много на селе построено, например, фельдшерско-кушерских пунктов. Больше 206 начали строить дома культуры в районе. За это время построено было 18 домов культуры. Строились образовательные учреждения, школы, детские сады в сельской местности, в сельских агломерациях. За это время было построено в сельской местности около 600 километров дорог. Здесь входят и дороги с переходным покрытием, и асфальтовые дороги. И улучшили за это время свои жилищные условия около 6 тысяч семей по разным программам. Это программа Министерства строительства и архитектуры, и ЖКХИ. По нашим министерхозовским программам тоже очень много было сделано. Кроме этого, построены объекты газификации и водоснабжения в сельской местности. Сергей Геннадьевич, сделано много. Вы перечислили сейчас и ФАПы, и дома культуры, и ремонт дорог. Что еще можно сделать, и как активно районы участвуют в реализации этой программы? Вообще на селе сегодня можно построить абсолютно все. Но к этому нужно идти планово и готовиться, чтобы участвовать в разных программах. Все мы знаем, говорим про программу, вроде как непонятно, программа, программа, да? Но мы понимаем, что у нас программный бюджет, должны появиться у каждого села при правильном подходе свои, скажем так, паспорта. И где четко прописано, что нужно сделать для того, чтобы создать хотя бы какой-то минимальный стандарт, для того, чтобы жить на селе было удобно. И потом расставить приоритеты и поэтапно их решать. Сразу все запроектировать, сразу все благоустроить, конечно, невозможно. Но сегодня есть все механизмы, чтобы сделать все это правильно. Еще раз повторюсь, не сама цель что-то на селе построить, а потом же еще вопрос эффективности и дальнейшего использования встает того или иного объекта. Например, зачем строить школу, если уже нет детей в какой-то деревне и так далее. Понятно, хочется всем новые объекты построить и так далее, но все должно быть как-то обоснованно. Это первый момент. Сегодня можно на селе построить по комплексной и компактной застройке. В основном в тех селах, где растет демография, где строятся новые активные улицы, расширяются деревни. Удобно использовать программу комплексного и компактного развития сельских территорий. По этой программе можно построить дороги, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрификацию улиц можно провести. Все такие проекты активно участвуют в этих программах. Комсомольский район, Батриевский район, Канажский район, Урмарский район. Они поймали волну, у них получается, и населением это очень, скажем так, поддерживается. Но чтобы участвовать, это федеральные деньги, чтобы участвовать в этих программах, надо готовить правильные проекты. А проекты надо готовить за год, за два, за три, до начала строительства, мы понимаем. Надо еще пройти экспертизу, потом участвовать в разных конкурсах. Только выиграть конкурс, только после этого уделяются деньги для строительства. То есть пару лет уходит на всю вот эту подготовку, скажем так, проектов. Поэтому надо заранее готовиться. Кроме этого, есть несколько программ, раньше их тоже не было, по улучшению жилищных условий граждан. Мы часто говорим, что на селе проблемы с кадрами и в здравоохранении, и в образовании, и в сельском хозяйстве. Чтобы решать эти проблемы, запущены вот эти новые программы, скажем так. По программам Министерства сельского хозяйства сегодня для жителей, жителям, проживающим на селе, работающим на селе, возмещается, например, 70% затрат на покупку, на реконструкцию или на строительство жилья. Будь это жилой дом, индивидуально жилой дом или квартира на квартирном доме, возмещается 70% затрат. Второе направление – это представление жилья по договорам найма. Это новое направление появилось буквально два года назад. По этой программе за счет федерального бюджета можно построить дом 20%, за счет регионального и федерального бюджета 80%, а 20% могут софинансировать муниципалитеты плюс самого предприятия. По этой программе тоже можно работникам, работающим в селе построить дом. И у этих работников, после того, как они отработали на предприятии 5 лет, появляется возможность выкупить этот дом за 10% от рыночной стоимости. В этом году впервые наши предприятия будут участвовать в этом конкурсе. Подавать мы будем заявки. И, надеюсь, со следующего года мы уже увидим первые построенные дома по этой программе. Ну вот, если говорить об улучшении жилищных условий, по-моему, второй год уже работает программа «Сельская ипотека». Насколько она вообще популярна среди жителей Чувашии? Сколько человек, может, сколько семей воспользовались этой возможностью? Что касается «Сельской ипотеки», программа начала действовать в 2020 году. Программа очень интересная. По этой программе «Сельская ипотека» можно получить кредит в банке до 3 миллионов рублей по 3% годовых. В нашей республике ставка снижена для отдельных категорий граждан. Например, для многодетных семей у нас ставка 0,1% годовых. Для работников агропромышленного комплекса 0,5% годовых. Для соцработников 1% годовых. Также могут воспользоваться льготными ставками работники сельхозкооперативов и потребкооперативов. Ну и так далее. То есть регион дополнительно уменьшил ставки. Продукт востребован. В прошлом году больше 770 жителей республики этим продуктом воспользовались. И получили кредиты более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Почему не смогли получить больше? Одобренных кредитов много, людей много. Много востребован продукт, но в то же время не хватило жилья. Просто не хватило жилья. Купить жилье негде. Хотя можно покупать жилье и в малых городах, таких как Мариинский посад, Козловка, Цивицк, Ядрин. Которые входят тоже в сельские агломерации. Там тоже не оказалось в достаточном количестве жилья. Здесь в выигрышном положении более-менее оказались подготовленные районы. Такой цивильский район. У них были запасы построены. То есть они распродали. В Урнарском районе неплохо. Но в целом, вот еще раз повторюсь, мы оказались неподготовленными немножко. Поэтому перед и глава республики ставят такую задачу. Жилье строить не только в городах, в том числе и в сельской местности. Очень много земель сельхозназначений сегодня переведены под застройку. Только вокруг. Только в Чебоксарском районе 2600 гектар переведены под строительство жилья. Эти земли обрастают бурьяном. И мы не можем посеять, обработать, так как они переведены в другое назначение. И жилье не строится. И жилья не хватает. Поэтому здесь нужно всем совместно поработать. И здесь тоже, конечно, встают вопросы обеспечения инфраструктуры потом этих участков. И очень много участков, также мы знаем, предоставленных многодетным семьям для строительства. Тоже пока нет инфраструктуры. И по нашим как раз программам тоже можно запроектировать эту инфраструктуру. Участвовать в федеральных программах. Реализация наших программ, она изначально начинается, наоборот, с инфраструктуры. И по сельской ипотеке обязательно дом должен быть полностью пригоден для проживания. То есть население сами выбирают, где им нравится и так далее. В основном таких неинфраструктурных, без инфраструктуры объектов там нет. Но это очень важно. То есть вы сначала строите инфраструктуру, потом предлагаете на выкуп какое-то жилье. В основном по нашим программам так. Но здесь можно и на вторичном рынке купить жилье, и новые жилье. В основном все строители, когда уже начинают строить, там обеспечивают инфраструктурой. Можно много что построить на селе по тем программам, которые есть у Министерства сельского хозяйства. Скажите, от кого должна идти инициатива? От вас, от районных администраций или от самих жителей сельской местности? Я считаю, неважно какой объект, какая программа, инициатива всегда должна исходить от жителей данного населенного пункта, я так считаю. Чтобы не плодить ненужный объект. К сожалению, видим мы иногда, или на окраине деревни построена какая-то детская площадка, но не какая-то, и никто этой площадкой не воспользуется. Поступают обращения жителей, что она построена не на том месте и так далее. Поэтому нам особое внимание надо уделить качеству вот этих вот проектов реализованных. И я считаю, любой объект сначала должен пройти общественное слушание. Надо советоваться с населением. Это обязательное условие. И потом уже понять, что нужно в первую очередь. Ну вот есть такая программа, как инициативное бюджетирование. И уже много что построено было в прошлом году по этой программе. Эта программа действует уже четвертый год. По этой программе в первые годы устроили по 100 объектов. Честно говоря, не думали мы тогда, что продукт так будет востребован, эта программа будет востребована. В прошлом году было построено больше 800 объектов по этой программе. В этом году 722 объекта прошли конкурс. Конкурс мы специально проводим в конце года, для того, чтобы районы с начала года уже могли начать строить разные объекты. Здесь софинансирование 60 на 40 для крупных районов, 80 на 20 для районов с численностью населения менее 15 тысяч рублей. Эта программа также будет действовать и дальше. В этом году заложено 452 миллиона в бюджете. Чтобы реализовать все эти проекты. Но остальное софинансирование физлиц и юрлиц. На сэкономленные деньги будет объявлен дополнительный конкурс. Поэтому, если кто-то опоздал, не успел, они могут в этом году поучаствовать еще раз в конкурсе. Мы для них проведем конкурс. И все проекты до конца 2021 года будут реализованы. А какие это проекты? Что люди предлагают построить у себя? Хотят построить? Здесь в основном мы реализуем по этой программе проекты, где не требуется самого проекта и экспертиза. Они готовят сметы и подают документы для участия, подают заявку для участия в конкурсе. По этой программе самое востребованное направление по инициативному бюджетированию – это ремонт грунтовых дорог. То есть мы не строим дороги, мы, скажем так, ремонтируем грунтовые дороги. Делаем песчаную подушку и щебеним эти дороги. Около 300 проектов в этом году будут построены, отремонтированы таких дорог. Кроме этого, очень много начали благоустраивать кладбище, места захоронения. Раньше никакого инструмента не было. Этот продукт тоже востребован. Строятся детские площадки. Благоустраиваются разные территории, в том числе и парковые зоны и так далее. Многие очищают пруды в сельских населенных пунктах. Мы понимаем, они многие заелились и так далее, проводят очистку прудов. Многие строят объекты противопожарной направленности, пожарные депо и так далее. То есть практически можно на селе тоже по этой программе решить все и довольно-таки быстро, в течение одного года. Ну, это местные жители выходят с инициативой к главе своего поселения, а глава поселения уже работает с районной администрацией, наверное. Да, и сюда, я забыл сказать, входят также объекты жилищно-коммунального хозяйства, ремонт, реконструкция, строительство, социальные объекты. Многие родители или население выбирают и ремонтируют садики, школы, дома, культуру. Покупают одежду, сцены, ну и так далее. Очень много разных направлений. Сергей Геннадьевич, ну вот в начале программы мы сказали, что за пять лет было направлено 10 миллиардов рублей на реализацию программы «Комплекс на развитие сельских территорий». Но в прошлом году была направлена рекордная сумма на эту программу – более 4,5 миллиардов рублей. Вот что удалось сделать за прошлый год? Какие проекты были? Сколько их? Каким образом удалось улучшить жизнь, может быть? В прошлый год, на самом деле, как в 2020 году, на селе объекты не строились никогда, ну за последнее время. Последние лет 20 точно. Я уже дальше не берусь судить. Вложено более 4,6 миллиарда рублей и реализовано более 3100 проектов. Построили в прошлом году более 3 тысяч квадратных метров жилья. То есть как раз по этим программам улучшения жилищных условий граждан. Построено почти 9 километров объектов воду и газоснабжения. Реализовано два проекта по компактной жилищной застройке. Это в Урмарском и Комсомольском районах. Построено около 200 километров дорог в сельской местности. Реализован 1941 проект по благоустройству сельских территорий. В прошлом году мы отмечали юбилей республики. И главой республики Олег Алексеевич Николаевым было принято решение реализовать в каждой деревне по одному проекту. В честь праздника и каждой деревне маленькой было выделено по 100 тысяч рублей. Но городам в зависимости от численности населения чуть больше денег. Удалось реализовать все проекты. Кто-то построил стелы, кто-то почистил родники, кто-то создал энциклопедии. Но кто-то детские площадки и так далее. Очень много интересных было проектов. 835 проектов инициативного бюджетирования было реализовано. Про это мы уже говорили. И 778 человек получили сельскую ипотеку. Более того, мы говорили, что надо готовиться для участия в программах. Часто районы говорили, что нет денег для того, чтобы проектировать объекты и быть готовым для участия в федеральных программах. Второй год подряд с республиканского бюджета выделяются деньги. Для того, чтобы проектировать, мы даем районам деньги, чтобы они проектировали эти объекты для участия в программах. Вот здесь тоже очень важно, чтобы правильно расставили приоритеты и проектировали нужный объект. Сегодня что мы видим? Очень часто проектируют, например, очистные. Они намного мощнее. То есть таких больших очистных не нужно было. Впоследствии это влияет на тариф. Все надо потом содержать. И стоит это немалых денег. Поэтому нужно подходить очень правильно к строительству объектов. Сергей Геннадьевич, а какая сумма будет направлена в 2021 году на финансирование госпрограммы? В 2021 году все действующие вот эти программы также будут действовать. Как по линии Министерства сельского хозяйства, программы комплексного раздельства сельских территорий. Так и по линии других министерств. Также будут строиться объекты образования, здравоохранения, культура на селе. Кроме этого, очень интересные направления по линии Министерства строительства появились. Например, ремонт строительства водонапорных башен, скважин и так далее. То есть программ очень много. И сумма будет примерно на уровне прошлого года. То есть порядка 4 миллиардов рублей плюс-минус. В бюджете Министерства сельскохозяйства пока предусмотрено 818 миллионов рублей. Но по линии всех ГРБ сумма будет существенно выше. И будут проекты, и будут новые объекты. Конечно. Основная задача, у нас есть, скажем так, основной индикатор. Мы все понимаем, в Чувашской республике сегодня почти 40% населения проживает в сельской местности. И наша задача, пока мы ставим в краткосрочной перспективе до 2025 года пока, да, сохранить долю проживающих на селе не менее 39-40%. Понятно, мы понимаем, пока происходит миграционный убыль, только за эти 5 лет 33 тысячи жителей сел переехали, мигрировали в большие города. Из них 17 остались в Чувашской республике. Многие уехали вообще из региона. Наша задача, конечно, прекратить вот этот отток, вот эту убыль населения. Но для этого, прежде всего, понятно, надо создавать комфортные условия. Но самое важное, конечно, создавать высокооплачиваемые рабочие места. И в этом направлении как раз наши все программы, они направлены для того, чтобы решить вот эти вот вопросы. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Я надеюсь, что все программы будут эффективны и они будут иметь отклик у жителей села. И люди будут благодарны вам за то, что вы делаете, за то, что вы улучшаете каким-то образом жизнь на селе. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. А я напомню, что сегодня сеанс правительственной связи мы провели с заместителем председателя кабинета министров Чувашской республики, министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова